Друзья, всем добрый вечер. Начинаю свое видео из сарая. Дело в том, что сегодня у нас совершилось великое переселение. Наши цыплята бролерные подросли. Слава вместе с мальчишками, с внуками устроил им вот такие поилочки. Руководил им, ребята помогали. Даже Матвей пробовал сварку делать. Вот, на новом месте, на новой перине наши бролеры отдыхают, осваиваются. Они подросли. Они растут быстрее, чем их оперение, поэтому без перышек почти все. На крылышках только перышки. А вот животики, пузики голенькие. А это вот сарочка наша. Видите, как она подросла. Хорошенькая такая. Мы ее отдельно несли, боялись, что она улетит. Видимо, в коробке сюда несли цыплят все. Вот у них вода и капельная, желтенькие, видите, чашечки. И в банке, потому что они привыкли из банки пить вот там поилочка. А поилку вот эту с желтыми поилочками сделали первый раз. Они будут еще привыкать. Надо клювиками вот туда вот толкать красненькие наконечники. Клювиком будет толкать и будет водичка оттуда поступать. Вот. А пока мы их сюда переселяли, всех взрослых кур выселили, выгнали в вольер. Они там у нас были какое-то время. Потом я им положила еду вкусную, какую они любят. Это вареная картошка мелкая, там кукуруза, пшеница, комбикорм. Ну все. И отходы. И кусочки шкурки от сала я варю. В общем, отходы от своей еды, от мяса и остатки еды туда все. И в общем, это они очень любят. Вот они наши. Теперь в одном сарае все наши питомцы. Им здесь посвободнее, а то коробка им стала мала уже. Им здесь свободнее, хорошо. Дышать есть чем. На ночь остается вольер. Вот там дверца открыта. Вот, видите? Они, взрослые куры, по лесенке туда спускаются. А маленькие цыплятки будут просто дышать свежим воздухом. А вот это самая канистра, из которой вода поступает в эти желтые поелочки. Вот так Слава сделал. Вот эти вот штуки варил. Варил здесь все. И Матвею захотелось тоже попробовать сварку. Ну пробовал. Мне принес железку, показал, как он уже справился с ней. Здесь вот перекрыть или открыть регулятор воды. Но пока они пьют из банки, потому что, ну, они привыкшие уже из банки. Ну пусть привыкают теперь и к другой поелке. Доливать воду можно через вот эту воронку. Вот. Так что в сарае у нас теперь пополнение. Яйца, правда, я уже домой отнесла. Пока мы цыплят носили туда-сюда. Поэтому я вам не показала, сколько сегодня яиц. Уже они дома. Смотрите, на новом месте цыплятки прям распластались и лежат. Спать им охота. А цесарочка у нас разговаривает так же, как и цыплята. Хотя должна уже по-другому. Но она одна, поэтому... Поэтому она так и говорит. Текает и текает. Петрович, ты рад? Петрович. Петрович. Он вошел и так это удивленно смотрел. Голову вытянул и смотрит, откуда что взялось. Разговорчивые все. Ну ладно, пойдем дальше. Что-нибудь я вам поснимаю. Все курочки остались в сарае, а вот Петрович и две его подружки, третья выходит, вышли. А, они выходят. Мой голос слышат и выходят. Смотрите, все пошли на улицу. Хотя еда там вкусная у них. Вот. Петрович не поет. Петрович не поет. Переживает. Семейство прибавилось. Ай-яй-яй. А тут дружок мой пришел. Тоже смотрел, как мы цыплят носили в коробке. В общем, пошли мы домой. С котиком домой пошли. Ой, хвост колесом. Пойдем, Сильвестр, пойдем. Что-то его дальше привлекло. Сныть выросла снова. Косили, косили, и она снова выросла. А это уже соседский участок. У нас здесь забора нет. То, что был забор у соседей, сетки рабицы ржавой, так и остался. А мы будем делать свой забор. Покажу вам свою теплицу, где растут перцы и огурцы. Вот. В конце два кустика, которые сажала рано, уже мы кушаем с них огурчики. Уже они растут. И посмотрите, здесь перчики у нас завязываются тоже. Вот они. И, конечно же, котик здесь. Сильвестр. Сильвер. Куда ты полез? Нельзя ковыряться там. Пойдем. Пойдем погуляем еще с тобой. Пойдем. Вот здесь, посмотрите, даже уже перчик вон какой. Это длинные, которые должны быть 25 сантиметров длиной. Оранжевые, желтые, красные. Как крыжовник подрос. Ягоды стали крупные. Да много их так. Рядом другой. Спеть потом будут. Пока растут, увеличиваются в размерах, потом будут спеть. А это моя, друзья, вторая теплица, которая больше размером. Я уже подвязала помидоры. Кольев, смотрите, сколько понаставила. Хотя можно было без кольев подвязывать. Миша мне показал, как это делается. Листья все почти лишние убрала. Вот это высокий куст. На семена кинза пошла. У меня здесь кинза росла. И кот ходит, конечно же. Обходит владение своей. Сильвестр. Вот такой дружок у меня есть. Который меня везде найдет. Да? Сильвер. Туда нельзя. Это баклажаны. Смотрите, какие. Живенькие стали. Почему-то в рост не растут. Зеленые, красивые, пушистые. А в высоту пока не растут. Вот такие баклажанчики. Вот в этой грядке я сеяла лук семенами. Вот какой-то там апрельский был. Еще какой-то не взошел. Ну, он такие вот тоненькие есть. Одна полосочка взошла. Тоненькие стебельки есть. А там нет ничего. Это укроп там. Я сегодня туда базилик фиолетовый посеяла. Розочка моя бутончик дала. Это на день рождения. Помните, мне дарили? А вот это вот кларкия, которые рассадой растила я. Вот так она цветет. Даже стебельки у нее такого же цвета почти. Цветок не очень интересный, но яркий. Сегодня я полола вот эту грядку моркови. Она как-то взошла, интересно. Не везде. Не везде взошла. Ну ладно. Сколько будет, столько и будет. У меня на другой грядке еще есть две колосочки моркови посеяны. А вот это лук после дождей. Сколько дней у нас дожди были. Смотрите, его прям весь погнуло. Он кудрявый какой-то стал весь. Я не знаю, что с него вырастет. Нагнутый. Я старалась его приподнять, но это вряд ли хорошо получается. Он уже начинает... Эти листья-то у него большие. Но он может сломаться. А вот это лучок эксибишен. Смотрите, как он подтянулся. Ровный стоит. Прям солдатики и солдатики. Эксибишен. Рассадой растила. Вот еще одна грядка лука. Это лук-сивок. И тоже после дождя, смотрите, он весь танцует, кружится, вьется. Вот так выглядит лучок на сегодняшний день. А это чеснок яровой. Или летний. Я говорю, летний. Меня там поправили. Сказали, что он называется яровой. А это мой красавец. Моя любовь. Пионы. Куст пиона. У меня есть еще густорозовая. Как такой розовый, прям яркий цвет. Я, наверное, на следующий год в эту грядку посажу прям вот этот куст и другой куст на расстоянии. Два подряд будут расти. Какие красивые. Какие нежные. Его тоже дождем наклонило. Они же не любят дождь. Вот эти цветы быстро осыпаются потом. Но пока держатся. Красотулечка моя. Красотулечка моя. А бутоны мне вообще очень нравятся, когда он в бутонах. А вот в этой емкости начали расти канны. Листья у них пятнистые. Надеюсь, вам видно. А тут ничего нет. Сюда я пока мусор кидаю в корзинку. Цветы еще посажу потом. А это мой один единственный и очень большой куст ревеня. Кстати, в комментариях мне написали, почему ревень, а не ревень. Ревень. А я не знаю. Мы, когда сюда приехали, здесь же называют вот этот кустик ревень. А раньше, когда мы здесь не жили, я вообще такого растения даже не знала. Но если кто-то есть очень грамотный в русском языке, напишите мне, как правильно. Он называется ревень или ревень. Напишите, пожалуйста. Надо его завтра будет обрезать, стебельки отделить, листья тоже отделить. Или заморозить, или пирог испечь. Картошка после дождя хорошо поднялась. Растет. Скоро буду полоть и окучивать. Ну вот и все. Такое небольшое видео о нашем огороде, о наших делах. Я вам показала, что я сегодня полола. А Слава с мальчишками делал поилки, варил там держатели. И мы переселяли все вместе цыплят своих. До новых встреч. Еще хочу сказать, что у кого сегодня день рождения, очень-очень вас поздравляем с вашим личным Новым годом. Будьте здоровы, будьте счастливы. И пусть у вас всегда будут хорошее настроение и мечты. Как можно больше мечт, и чтобы они всегда сбывались. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова